любите играть в gta но вечно не хватает денег на новый транспорт и недвижимость тогда загляните в группу к фас миллеру это надежная группа с недорогой и быстрой прокачкой и доступна на всех актуальных платформах на пока ps4 и ps5 xbox one и серия x и с а больше вы узнаете по ссылке в описании и снова здорово с вами маркус у нас вышло новое обновление в новом обновлении всегда есть новый транспорт часть из них rockstar обычно разблокируют как на новых 7 транспортных средствах так и есть заблокированные их тоже на этот раз 7 штук опять же хотелось бы сказать да их мало возможно кто-то скажет но лично я считаю что 14 транспортных средств учетом модификации avenger и ангара это в принципе нормально если бы не повторение некоторых да я имею ввиду про индуктор и джанк энергий индуктор но все остальное в принципе в пределах нормы так что давайте в этом ролике мы с вами быстренько пройдемся по тому транспорту который у нас должен будет появиться в ближайшее время ну скорее всего есть рокстар будет придерживаться той же тактики какой придерживаясь в обновлении los santos drag wars то есть они выкатывают транспорт через неделю либо 2 они его заблокируют и так потихоньку они его будут нам на неделю показывать мы сможем с вами купить а потом они обратно его будут убирать то тем самым вероятнее всего они этот весь контент размажут не на 7 недель как это можно подумать а на месяц 4 как минимум так что давайте опять же пройдемся по транспорту начинаем с сайта ленингре motorsport здесь у нас две тачки 1 это бравада buffalo evx причем с того что это электрокар мы его видели сами в скриншотах также он стоит 2 миллиона 140 тысяч баксов и разблокируется он однозначно на следующей неделе так нам сообщили об этом рокстар так что ждите в следующий четверг осталось грубо говоря 6 дней вы сможете прокатиться на этом новом электрическом buffalo далее у нас идет опять же на сайде ленингре motorsport и на утра каурезе возможно я как-то не так выговорил если есть у нас так сказать знатоки напишите мне в комментариях как правильно от произносить это название данная машинка стоит 1 миллион девятьсот девяносто тысяч баксов ну и конечно же одна относится классу спорткаров не тоже опять же электрическая на нему вы сможете установить модификации от имани также мне можно будет установить модификации от хау но это только для владельцев ps5 и xbox серии xs но в принципе нам и модификации от имани подойдут далее сан-андре супер авто 1 нас идет вариация hellfire бравада hot ring hellfire который стоит 1 миллион восемьсот десять тысяч баксов и вероятнее всего как это сделали например rockstar с предыдущей новой тачки для hot ring а возможно они выходят новые трассы hot ring тем самым добавив туда новую машинку и вот вам новые трассы так что можете показаться но это все чисто мое предположение как она будет на самом деле мы с вами толком не знаем стоит машина 1 миллион восемьсот десять тысяч баксов и как и все машины типа hot ring она относится классу спорткаров хотя hellfire на самом деле был масл кара следующая албании брикем который стоит 1 миллион четыреста девяносто девять тысяч баксов до всем нам эта машина напоминает тачку из фильма охотники за привидениями ну и если не ошибаюсь подобная раскраска должна будет появиться на этой тачке и что-то мне подсказывает что она уж по-любому должна будет появиться хэллоуина то есть к октябрю месяц на относится классу масл каров на вот такая вот огромная неподъемная бричка относится классу масл каров довольно таки тупо но нам в принципе пойдет следующий сайт варсток здесь у нас остался один единственный летательный парад это вейпанайзер канада либо же канада с вооружением к сожалению моему я ожидал видеть просто обычную канаду на котором мы ставим модификации виде ракет но уроки решили просто выкатить канаду с оружием стоит данный аппарат 3 миллиона триста восемьдесят пять тысяч баксов и она практически на целый миллион баксов дороже обычной канады которая не имела вооружение ну и последние два аппарата это у нас сайта pedal and metal возможно кто-то не слышал существование такого сайта на нем продают велосипеда последний раз он обновлялся никогда то есть эти все велосипеды существуют в игре сказать сначала всех времен и вот ракса решили выкатить да еще два новых велосипеда индуктор и junk energy индуктор что же лично я думаю они оба стоит по полтиннику как я и сказал у нас есть транспорт который повторяется и вот как раз таки эти два велосипеда первое это по-любому электро велосипеда тут даже бессмысленно какой-то другой разговор почему ну я думаю в принципе если кто видел электро велосипеда и видел обычные велосипеды понимают что здесь есть некоторые конструкционные особенности по поводу обычного индуктор тут есть определенная вероятность примерно 99 процентов что мы его просто сможем купить а вот уже junk energy индуктор вероятнее всего мы сможем разблокировав пройдя какой-то ивент который rockstar запустят и я хочу заметить что они оба появляются в последовательности сначала junk energy индуктор потом обычный и тут лично предположение что будет выглядеть все так сначала появляется ивент где мы сможем выбить junk energy индуктор и через какой-то промежуток времени rockstar разблокирует обычный индуктор опять же вашими дорогие зрители обязательно жду в комментариях ну и в принципе по новому транспорту все также еще дополнительно что хотелось бы добавить rockstar снова разблокировали транспорт из обновления лос-сантос драк варс который продавался в ограниченное время то есть опять же я как начале ролика говорил роки выкатывают транспорт две недели ждут убирают его потом опять через какое-то время на неделю выкатывают опять на следующей неделе его убирают в обновлении лос-сантос драк варс это был войне из ралли таундра пантеры карин хот ринг everron и уилард едора и сначала этой бонусной недели весь этот транспорт разблокировался и что-то мне подсказывает что уроки просто оставить его навсегда то есть вот у вас новое обновление старый транспорт вам уже не интересен так что можете его спокойно покупать опять же ваше мнение я всегда обязательно ждет в комментариях как вы думаете заблокирует ли rockstar со следующей неделе этот транспорт мне что-то конечно подсказывает что нет но опять же всегда я читаю ваши комментарии и если вы хотите узнать больше про обновление лос-сантос mercenaries то не забудьте подписаться на этот канал поставить лайк и нажать на колокольчик чтобы вам приходили уведомления новых видосов но я с вами прощаюсь и удаляюсь